Я считаю, я и в вопросе, собственно, высказался. Такое впечатление, что эта встреча просто номинальная, потому что мы видим реальную катастрофическую ситуацию. Может быть, они в Кишиневе не видят, в Кишиневе сосредоточены все средства, все фирмы, но мы видим, что в Бельцах происходит. Я вижу это более глубже и с той позиции, что я являюсь советником и вхожу в состав комиссии по финансам и бюджету. Мы видим, что мы бюджет не можем никаким образом собрать и создать. У нас он с дефицитом был невыполнен в прошлом году. Кишинев не доперечислил нам достаточно большую сумму денег. Мы находимся вообще в подвешенном состоянии Бельца, потому что мы и не населенный пункт первого уровня, и в то же время мы не населенный пункт второго уровня законодательно. То есть перераспределение налогов идет таким образом, что мы недополучаем. Нам для жизнедеятельности, обеспечения жизнедеятельности не хватает средств. Это в целом для города. Для бизнеса я и на встрече сказал, что сегодня мало кто желает инвестировать. То есть я не хотел бы связать 2000-е годы буквально с управлением стороной партии коммунистов, но вот эти 2000-е, нулевые годы, как их принято называть, они были реально прогрессивными. То есть был смысл, мы видели, что будет завтра, мы понимали, что есть смысл производить какие-то инвестиции. Сегодня 12% налог для СРЛ, для индивидуальных предприятий, это 18% налог закрываются. Если посмотреть, повторяюсь, может быть, но никто из, в всяком случае, моих знакомых за 20 лет, за 40 лет моего проживания в Бельцах у меня огромная масса знакомых предпринимателей, никто никуда не хочет вкладывать, потому что они видят перспективы. А встреча эта, ну, организовала ее демпартия для того, чтобы наверняка как-то показать свою близость к, так сказать, или повернуться лицом к бизнесу, к малому бизнесу. На самом деле, думаю, что она просто для галочки. И самое странное то, что мы где-то на улицу вышли, все возмущаются, что никакого просвета, никакой перспективы не видят, а почему-то в зале никто об этом не говорит, то есть даже в конце аплодирует. Чему аплодировать? Мы катимся неизвестно туда. У меня 10, скажем так, в фирме, 10 объектов, был некий рост, люди работают там, 30 человек, может, не очень много, но тем не менее, работают 30 человек, и основная часть это люди, которые работают более 10-15 лет. Есть люди, которые работают с 95-го года со мной, я дорожу ими, где-то ущемляя себя, ограничивая, где-то, но все равно необходимо сохранить этих людей здесь. Люди бегут из Молдома, эвакуация, не... Вы много знаете, вы говорили, что многие за рубеж активы свои переводят. Ну, по фамилии я не хочу, как бы, сейчас говорить конкретно. Буквально вчера вот обсуждали, ребята предлагали, мои коллеги, да, то есть предлагали, может быть, попытаться где-то... Кто-то в Румынию смотрит, кто-то... Вот есть у меня ряд знакомых, даже в этом тяжелом положении, в котором находится сегодня Украина, в целом экономика Украины, тем не менее, есть люди, которые занимаются бизнесом и в Одессе, и кто-то в Виннице. Да, там тоже сейчас очень тяжело, но у нас мы идем по... У них налогообложение проще, чем у нас? У них налогообложение такое же, как у нас, просто рынок больше гораздо. То есть есть смысл, там большее количество людей. У нас, я знаю, только по программе переселения, я являюсь председателем Славянской общины, и мы работаем с ФМС Российской Федерации, значит, только по программе переселения, вперед с 2007 по 2015 год, из страны выехало, хочу подчеркнуть, только по программе переселения, выехало более 170 тысяч человек из Молдовии, да, только по этой программе. Это в России, только, и опять же, только в Российскую Федерацию. Для Молдавии, где численность населения 3 миллиона человек, мне кажется, это очень большая цифра. Поэтому люди не видят будущего здесь, опять же, по нескольким причинам. Вот одна из причин, это, конечно, ухудшение социально-экономического положения, и вторая, наглядная, задал вопрос на русском языке, мне не захотели ответить на русском. То есть это уже идет нарушение законодательства. То есть русскоязычная часть граждан Молдовы, а говоря о Бельцах, так это половина добрая, да, жителей Бельц общаются, основным языком общения является русский, покидают страну, потому что не видят перспектив для будущего, своих детей, для образования. В Бельцком университете нет ни одной группы на русском, преподавания на русском языке. Вот такая ситуация. Она со всех сторон катастрофическая. Вот это мое твердое убеждение. И мне кажется, что нынешняя власть, она не способна решать эти задачи, ни социально-экономического характера, ни другие задачи. То есть они идут по принятому, подписанной в 2013 году ассоциации, то есть там есть четко прописанные правила игры, и вот те законы, те приказы, постановления правительства, которые предпринимаются, они ведут к тому, что малого среднего бизнеса не будет в Молдове. Это абсолютно точно идет. Глобализация, укрупнение бизнеса, заходят европейские и другие гиганты, которые пожирают все остальное, все мелкое. То есть перспективы роста местным предпринимателям, я считаю, что нет, и что-то должно произойти, я сегодня сказать не буду. Но мы идем не по тому пути, мы твердое убеждение. Большое спасибо. Спасибо.